В Твери состоялся 24-й форум «Молодёжь Верхневолжья». В этом году он прошёл в новом формате. Часть площадок из-за пандемии коронавируса работала в режиме онлайн. В пятницу во Дворце детей и молодёжи представители подрастающего поколения общались с организаторами и друг с другом уже воочию. В 24-й раз юные таланты, представители наиболее активной части молодёжи, в возрасте с 14 до 25 лет со всего Верхневолжья собрались в областном центре на свой форум. При этом нынешний год внёс коррективы. Из-за угрозы распространения коронавируса часть площадок работала онлайн, что, как выяснилось, не стало неприятным моментом. Наоборот, география участников заметно выросла. С 17 по 20 число работало 9 площадок онлайн. Приняли участие более 500 представителей нашей Тверской области, нашей молодёжи, в том числе и их наставники и педагоги. Это было очень огромное движение с огромным количеством профессионалов, которые вышли к ребятам и дали им возможность получить много потрясающих знаний, раскрыть себя. В пятницу в Тверском дворце детей и молодёжи участники форума уже смогли пообщаться лично, а также получить мастер-классы на всевозможных площадках по профориентации, профилактике травматизма, по социальным проектам. Ирина Соколова представляет Центр «Технополис» Технического университета. Всех желающих там научат робототехнике, лазерной резке и созданию модели на 3D-принтере. Вот таких роботов у нас могут создавать студенты. Это как раз таки сочетание и 3D-принтеров, и инновационных технологий. Покажите, какая именно деталь сделана на 3D-принтере. Можно сказать, весь этот робот, за исключением именно движков и плат, которые у него стоят. Всё остальное сделано на 3D-принтере. И даже вот этот кузов автомобиля? Именно. Среди тех, кто с восторгом смотрел на творения мастеров «Технополиса», была и группа молодёжи из Вышнего Волочка, в том числе и Лилия Лебедева. Она уже не в первый раз участвует в форуме «Молодёжь Верхней Волжьи» и отмечает, что такие встречи со сверстниками исключительно полезны не только с точки зрения знакомства с современными технологиями. Это как-то развивает тебя, то есть ты не такой замкнутый становишься после форумов. Я была раньше не такой коммуникабельной, то есть, ну, не знаю, мне это интересно, мне это нравится, это здорово. Какие-то новые знакомства появляются? Да, конечно, очень много людей из разных городов Тверской области. Именно это является главной целью форума, отмечают организаторы. Чтобы нынешнее подрастающее поколение, которое больше привыкло общаться по гаджетам онлайн, виделось друг с другом и воочию. Но не просто так, а ещё и постигая новые знания, учась быть полезным в своей малой родине Тверской области.